Вот на первый взгляд как будто нет никакой катастрофы. Вроде есть какие-то там небольшие линии, как принято говорить, на роде трещины. Первый снимок пациента Александра Пономаренко не показал ничего критичного. Да и падение случилось на ровном месте. Оступился по дороге домой, упал на согнутое колено и самостоятельно встать уже не смог. У меня друзья рядом были и вот они меня привезли сюда. Ну как бы боль особо сначала не ощущал, но встать я не мог самостоятельно. У меня пудрики сюда. В Звенигородской больнице оказали необходимую первую медицинскую помощь. Сделали вытяжение, разгрузили сустав, во время обследования купировали болевой синдром. Через несколько дней провели компьютерную томографию. При помощи КТ мы сделали 3D моделирование, посмотрели какой отломок, как он сместился. Дало нам понятие то, что без операции здесь никак нельзя, потому что отломок большой и заднего края вертлужные падения. И без операции здесь не обойтись. Благодаря открытию нового центра диагностики, где пострадавшему оперативно сделали КТ-обследование, пациенту установили правильный диагноз и провели квалифицированную операцию. Сейчас Александр уже готовится к выписке и не без сложностей освоил костыли. Со стороны смотришь, вроде они бегут хорошо, когда сам с этим сталкиваешься, окажется, будет себе очень тяжело. Уникальная операция сохранила подвижность сустава и дала возможность пациенту ходить самостоятельно. Однако прежним тазобедренный сустав уже не будет. Ведь такие травмы одни из самых сложных. Ну, переломы таза – это всегда сложно, всегда сложный доступ. Вот, к примеру, в области доступа по кокерному гепету в зоне доступа находится самый крупный нерв в теле человека – это седарочный нерв. Он находится, проходит, действительно, вот здесь. Выявили быстро, прооперировали правильно. Впереди три месяца реабилитации, но эти сложности Александры не пугают. Главное – поставили на ноги. Грустно лишь, что про любимый футбол придется надолго позабыть.